Но любовь над этим миром есть нашего Господа. Что еще окружает той любовью, и мир этот не погиб еще. Но он идет к погибели. Он идет прямо, не останавливаясь. Несмотря на то, что Бог еще любит, что Бог милует всех живущих на земле. Но мир этот идет к погибели. И как мы смотрим на это все, что происходит сегодня в этом мире, то можно прямо сказать, что осталось совсем немного, и Господь придет за Церковью Своей. Мы сегодня будем молиться за тех, кто сегодня оставил дома, оставил церкви, оставил такие прекрасные места, как у нас на сегодняшний день, и пошел в этот мир для того, чтобы нести Слово спасения для тех, кто еще не знает. Кто еще не знает Бога живого, кто ходит еще, облукает в той тьме, для того, чтобы человек услышал, повернулся лицом к Богу, чтобы имел спасение. Бог не хочет, чтобы грешник погибал. Бог хочет всех людей спасти. Всех. Но мы знаем, что не до каждого это доходит, и не каждый принимает то, что говорится, для того, для того слова не хочет принять, которое ведет к спасению души. И мы сегодня будем просить нашего Господа, чтобы Бог послал еще много на Нивы, потому что Нивы побелели, и приходит день жатвы. Пусть Господь благословит наши уста, наши сердца, чтобы мы воскликнули к Богу, возвали к Нему от всего сердца, для того, чтобы еще многие пошли на тот участок работы, который определен для каждого, того, кто должен идти туда или в другое место. Потому что, как мы считаем, что Бог определяет людей для того, кто может это делать. Не все. Одни молятся на месте, другие дают подаяние, третьи поддерживают финансы, четвертые что-то делают для этого. А люди, которые определены именно для того, который должен идти в то или другое место, Бог посылает их туда, где определено для Него тот труд, который должен быть. Поэтому мы будем молиться, чтобы Господь, особенно в это время, это время очень трудное. Вы знаете, что даже церкви, не все могут собираться так вот в дома молитвы, для того, чтобы быть вместе. Потому что есть определение, запрещение, есть определение количества людей и собрать для того, чтобы как раньше можно было собирать людей для того, чтобы сделать евангелизацию, чтобы можно было проповедовать на улицах, там везде в театрах и в других местах. Вот как было раньше, сегодня на сегодняшний день такого нет. Поэтому бывают трудности разные для того, чтобы сделать именно то, что Бог определяет. Поэтому будем просить, чтобы Бог помог тем, которые определены для этого труда, и чтобы они трудились во имя нашего Господа. Я хочу больше времени уделить нам нашего внимания именно для великого миссионера, то есть великого мессии, который пришел на землю для того, чтобы даровать жизнь вечную, для того, чтобы нас спасти, чтобы мы были вот так, как сегодня сидим мы в этом зале. Это не просто было, не то, что мы так захотели или как-то так получилось. Но был тот, который сделал великий подвиг души своей для того, чтобы мы, братья и сестры, были разом, чтобы мы были вместе и славили имя великого Бога. Потому что Он определил для нас этот день, и мы сегодня вместе, в воскресный день, сегодня славим нашего Господа, благословляем имя Его Святое, благодарим Его за то, что мы имеем жизнь вечную, и что у нас есть будущее, у нас есть будущность, но не просто так, что как будто мы сами по себе, но сам Господь пришел на землю для того, чтобы спасти души наши. Я прочитаю слово Колоссянам, первая глава, такие слова. «Благодаря Бога Отца, призвавший нас к участию в наследии святых во свете и избавший нас от власти тьмы, введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Господь ходил по земле, делал великие дела, научал народ, говорил, какой есть путь ко спасению и прощал грехи. Вот это я хотел сделать такое ударение на грехах, прощение грехов. Знаете, в свое время, когда Господь говорил, что прощаются грехи тебе, там возмущение было у книжников, фарсиев, прощенников. Как это может быть? Ходит человек и говорит, что прощает грехи. Ну, я так немножко скажу на сегодняшний день, если идут до причастия, говорят, мы идем, мир идет до причастия, до батюшки. Говорят, пойдем, пусть отпустят нам грехи. Такое понятие у людей есть тоже, что пошел и отпустит грехи им те, которые они имеют. На самом деле, один, единственный, кто может прощать грехи, это Бог. И в то время эти книжники, которые были начитаны, они возмущались за то, что это говорит человек, что он прощает грехи. Но мы знаем, что Иисус Христос имел на это право, потому что Он был сам, Бог, ходящий по земле, поэтому Он говорит, что прощаются грехи. Это написано в 9-м, мы прочитаем 9-й глава Матфея такие слова. «И вот принесли к Нему расслабленного», это 2-й стих ниже, положено на постели, «И, видя Иисус веру их, сказал расслабленную, дерзай, динт, чадо, прощаются тебе грехи твои». При всем некоторые из книжников сказали сами в себе, он богохульствует, Иисус же, видя помышления их, сказал, «Для чего вы помыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленную, встань, возьми постель свою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видел это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человека. Люди видели человека перед собой. Ну, человек ходит, человек говорит, человек исцеляет, человек дает руки, ноги, глаза, изгоняет бесов. Человек. Но это был богочеловек. Человек, который был посланный Богом, Сын Божий, как Иисус говорил сам, Сын Человеческий. И Он имел на это право. Он имел власть. И на сегодняшний день Он тоже имеет власть прощать грехи. Но в тот час, вы знаете, может быть, даже, как рассуждая, так между собой, мы, как мы отнеслись бы к этому в тот час, когда мы были бы, или вот сегодня бы так было, как было в тот час. Какое бы наше было отношение, как бы мы себя вели, что бы мы говорили об этом, какое наше было бы ощущение, вот, что человек имеет такое право, вот, и знали, что он сын Иосифа, сын Марии, знали его родственников, ну, он говорит, я, как сын Божий. Могло бы быть в нас сомнение в этом, или бы мы тоже, ну, уверовали, как многие уверовали, что он действительно есть сын Божий, как Петр говорил, ты сын Божий. Знаете, вот вопрос такой, ну, такого ощущения на сегодняшний день, что в тот час, может быть, и некоторые сидящие здесь тоже имели бы какое-то сомнение. Сегодня мы читаем слово, мы имеем перед собой эту книгу жизни, и мы с нее черпаем, и мы знаем, что действительно так было, вот, и мы верим нашего Господа и Иисуса Христа, и знаем, что Он имеет право прощать грехи. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы укрепилась наша вера, чтобы мы дальше верили то, что действительно происходило в тот час. Вот, и на сегодняшний день наш Господь имеет право прощать грехи нам и всем живущим на земле, если обращается к Нему человек, поэтому мы будем верить то, что действительно так оно и было. но есть еще одно. Господь простил нам грехи наши, но есть и повеление такое, чтобы и мы прощали друг друга с огрешения другим. для того, чтобы войти в царство небесное, это необходимо. Необходимо прощать друг друга и прощать притом от всего сердца, не так, что «А, ну хорошо, я простил тебя, повернулся и ушел, но в сердце что-то осталось, какой-то осадок остается, остается тот осадок, который ну мешает нам именно чувствовать себя, что мы действительно простили или нас простили. Это Писание требует от нас, чтобы мы уразумев волю Господнюю и делали то же самое. Когда мы читаем от Марка 25 главу, вернее 11 глава 25 стих, и когда стоите на молитве, прощайте. Говорит слово нам, чтобы мы прощали. Потому что если мы не будем прощать, то Отец Небесный тоже нас не будет прощать. Это такая взаимосвязь между этим. И оно как бы обязательное для нас, потому что мы молимся каждый раз Отче наш. Что там есть, какие слова? прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И вот знаете, именно так будет прощение. Потому мы же сами говорим, что ты прости нам, как и мы прощаем. Если мы прощаем от всего сердца и забыли за то, что было, и не вспоминаем его, потому что Господь простил, закинув за хребет грехи наши и не вспоминает их никогда. И любовью покрывает нас, если мы даже после этого еще согрешаем и просим у него прощения, он прощает. Потому что Господь есть любовь, так как мы сегодня пели, что Господь есть любовь и Он любит каждого из нас. И если Он простил, то простил навсегда. И этим нам сказывается, что какая у нас любовь друг к другу. Вот как мы прощаем друг друга, такая у нас и любовь. Если мы действительно от всего сердца простили друг друга, значит мы любим, мы любим этого человека, мы любим его как брата, мы любим его даже, вы знаете, тяжело, бывает другой раз тяжеловато прощать. Очень трудно, так как можно сказать таким прямым словом, что сильно обидели нас. И этот грех, этот дух обиды очень сильно живет в христианском народе. Значит, в мире его меньше. Вот в мире как-то быстрее можно получить это прощение, человек извиняется, просит прости, а вот в христианском мире вот этот дух, он сильно-сильно влияет на человека. И бывает даже обижаются только одним взглядом посмотрел человек, он не так на меня смотрит. И обида это является, знаете, а это грех. Мы не задумываемся над тем, что это есть грех, который не пустит нас в Царство Божие. Я слышал одно такое, один брат говорил, приходит девушка просвитера и говорит, меня обидели. Ну, наверное, она не первый раз приходила к нему, а он говорит, а что, на тебя плюнуть нельзя? Знаете, какое было ощущение? Идет женщина, просит у Иисуса Христа, что у него дочь беснуется, а он говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Ощущение у человека, как чувствовала эта женщина, вот, ну, такое обращение или такое слово, но она, она знала свою нужду, она знала то, что если она все-таки унизится, она признает то, что Господь говорит, вот, она получит то, что просит. И вот получается, что мы люди в другой раз не как бы не признаем нас гордость, как же так, как меня обидели, вот мне такое сказали, так поступили со мной, я не могу простить. Вот получается, что мы должны прощать, потому что иначе, ну, нам Царства Божьего не видать. Простыми словами так мы скажем, что Царства Божьего нам не видать, если мы не будем прощать. пусть Господь благословит, чтобы мы уразумели волю Господнюю и делали так, как желает от нас услышать Господь. Лука 7 глава 47 50 стих. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. Возлежащие с ним начали говорить про себя. Кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Мы знаем эту историю, когда у Симона дома пришла женщина, грешная женщина принесла масло пахащей и, плача, целовала ноги, обливала слезами и маслом мазала ноги и вытирала волосами головы своей. Сидящие здесь возмущались, что это женщина, женщина, которая грешная, если бы он был пророк, он бы знал, кто это такой касается к нему, он бы не позволил. Он знал, кто это такой. Он знал, что это женщина грешная. Он знал, потому что он пришел спасать грешников. Он пришел, чтобы взойти туда на Голгофу, чтобы там был пригвозденный, чтобы там быть в притории, чтобы его били, издевались над ним, плевали на него. Он знал ее. И знал грехи братья и сестры. И наши грехи ему известные. И он желает, чтобы мы были всегда перед ним. Если даже бывает, что согрешаем, чтобы мы каялись, чтобы солнце не заходило, как написано в злобе нашей, чтобы мы перед тем, когда должны были прийти ко сну, посмотрели на свой прожитый день, посмотрели, как он прошел, что было в нашем за этот день прожитый, пусть Господь благословит, чтобы мы всегда ощущали ту потребность, потребность покаяться перед Богом, потребность покаяться перед Богом и простить тех, кто виноваты перед нами. Может быть, нас обидели сильно, может, нам как боль сделали, но говорит, написано, что любите врагов ваших и благословляйте их, молитесь за них. А если мы будем любить врагов, то мы будем тем более любить друг друга. Мы братья во Христе, мы идем в одном направлении, мы идем в одной церкви, мы служим тому, кто принес мир на эту землю, кто принес свадение нам. пусть Господь всегда будет впереди нас. И если Он будет впереди, мы всегда будем чувствовать ту потребность прощать друг друга. Не оставляйте, братья и сестры, никакого абсолютно никакого ощущения то, что если простили, да будет так. Пусть Господь будет с нами всегда. Тогда мы будем чувствовать, что мы прощенные, что мы есть дети Божьи, что мы есть свободные и свободно нам войти в царство Бога нашего. Потому что когда Иисус Христос ходил по земле и ученики были с Ним, Петр говорит такие слова. Это 18 глава от Луки 21 стих ниже. Тогда Петр приступил к Нему и сказал Господи, сколько раз прощать брату моему сокращающего против меня? До семи ли раз? И Иисус говорит ему, не говорю тебя до семи, но до семидесяти раз. Посему Царство Небесное подобно Царю, который захотел посчитаться с рабами своими. когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государ его приказал продать его и жену его и детей и все, что он имел и заплатить. Тогда раб тот пал, кланяясь, ему говорит, государь, потерпи на мне и все тебе заплачу. Государь, умилостивившись над рабом, подпустил его и долг простил ему. Раб же тот выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен ему сто динариев, и схватил его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его, говорил, потерпи на мне и все отдам тебе. Но тот не захотел и пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищ его, видел происшествие, очень огорчились и, придя, рассказали государству своему все бывшее. Тогда государь призвал его и говорит, раб, злой раб, весь долг тот я простил тебя, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и помиловал тебя, как я помиловал тебя, и разневавших судар отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешившему перед ним. слава нашему Господу. Братья и сестры, пусть Господь благословит наши сердца, наш разум, чтобы мы, разумев волю Господнюю, исполняли его. Знаете, как-то оно и легко, ну и при том же и трудновато, но пересилив себя, мы будем исполнять то, что написано в Писании. И если мы будем исполнять то, что мы считаем, то Бог всегда будет благословлять нас и будет хранить, вы знаете, даже будет хранить вот этих обид, будет хранить нас от зависти всей, он будет хранить нас в жизни нашей, потому что если мы будем относиться к людям, как хотите, чтобы к вам относились, то вы относились так же к людям. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы вразумели волю Божию и всегда прощали, потому что мы знаем, мы прощенные, Господь нас простил, призвал нас на путь спасения, и сегодня Он заботится о нас, ведет нас туда, в Царство Божие. Пусть Господь благословит нас. Мы за все будем благодарить Его. И если где-то что-то у кого-то есть на сегодняшний день, какое-то там, знаете, ну, что-то такое сидит внутри, в сердечке, вот, вот, меня обидел, как, как ему, сделать так, чтобы простить Его, вот, если есть сомнения в этом, пусть Господь поможет каждому из нас, для того, чтобы наши сердца были чистые перед Богом, для того, что мы не знаем, мы не знаем, когда придет час перехода нашего. Знаете, в любой час может произойти молодые, старые, средние, вот, мы не знаем своего дня, поэтому, чтобы быть чистыми, будем прощать, будем прощать так, как и мы прощенные, чтобы наш Господь, Отец Небесный простил нас, и мы были перед Богом, когда придет час, пришли, при лице Его Святое, и могли дать отсчет, потому что каждый будет спросить, что ты делал, живя в теле, братья и сестры, пусть Господь благословит нас, попросим, если кому нужно силы, кому нужно мужество, вот, и благословим нашего Господа, и друг друга, сказать, слонимся, будем молиться перед Богом, аминь. Praise God, brothers and sisters, слава Богу, братья и сестры, today many people celebrate Valentine's Day, сегодня многие люди празднуют этот праздник День Валентина, and today I want to speak about a similar subject, и сегодня я хотел бы говорить на ту же как бы тему, so the name of this sermon is called Faith Over Fear, и название этой проповеди это вера над страхом, or Perfect Love Casts Out Fear, или Совершенная Любовь Изгоняет Страх, And like many of us know that text is found in 1 John 4, и как многие из нас знаем это найдено в 1 Иоанна 4 главе, so what does fear do to us, и что делает страх с нами, I just, this morning I looked it up a little bit, according to Google, it weakens our immune system, утром я немножко проверил, что происходит с нами, это унижает нашу иммунитетную систему, it can cause ulcers, you know, it can make us age much more quickly, it even says that it can cause premature death, and then they say that 84% of people they they live in fears that are not even rational, so let's for just a foundation let's read some scriptures let's read Luke 21 26 Luke 21 26 and it says men's hearts failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth for the powers of heaven shall be shaken so we could ask ourselves are we living in times similar to those are many more people having more fear than they did one year ago or two years ago and should Christians live in that type of fear let's read Revelation 21 6 through 8 Revelation 21 6 through 8 it says and he said unto me it is done I am Alpha and Omega the beginning and the end I will give unto him that is the thirst of the fountain of the water of life freely he that overcometh shall inherit all things and I will be his God and he shall be my son but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone which is the second death so the first characteristic in this it's talking about the fearful so we can be surrounded by people that are fearful but we as people of faith who cannot live in fear so there's a difference between knowing of certain dangers in our life and living in fear when we have fear sometimes we worry and one American pastor shared these words that the word worry comes from and the word that originated it means to choke so the Lord wants us to live in freedom and our enemy he wants us to feel like we're being choked or we can't breathe let's go ahead and read our text it's going to be 1 John 4 we're going to read verses 14 through 19 verse 14 we have seen and do testify that the father sent a son to be the savior of the world whosoever shall confess that Jesus is the son of God God dwelleth in him and he in God and we have known and believed the love that God hath to us God is love and he that dwelleth in love dwelleth in God and God in him herein is our love made perfect that we may have boldness in the day of judgment because as he is so are we in this world there is no fear in love but perfect love casteth out fear because fear hath torment he that feareth is not made perfect in love we love him because he first loved us wonderful words from the Lord Jesus Christ and I just want to bring very quickly five points about perfect love so the first point is God loved us first he did not wait for us to pray or to cry out to him in the English language we hear the word proactive and that's what he was he was proactive in coming to us and it came at a great cost to himself you know we live in a microwave society people use that term all we have to do is press a button and one minute or two minutes later we can eat lunch or dinner or breakfast or whatever we want to eat in Bible time somebody had to work many months to prepare bread prepare to harvest wheat and that sort of thing or eat or eat or eat or you had to spend many hours hunting for some meat and many more hours preparing and cooking that we we talk about sacrifice but we forget how much God sacrificed for us so he created that rescue plan for us right away he made a priority and he already had it the day after Adam and Eve sent he already had the plan in motion so why don't we live in fear because number one God loved us first point number two is God has a plan for you so is his plan so that we would be a fearful people God has a plan for you let's read John 15 16 one of my favorite verses you have not chosen me but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit and that your fruit should remain that whatsoever you shall ask of the father in my name he may give you God has a plan he has chosen you to bear much fruit second Thessalonians 2 13 we read the second part of the verse brethren beloved of the Lord because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the spirit and belief of the truth God did not choose you to die God did not choose you to be eternally damned God chose you to have eternal life and one more scripture 1 Peter 2 9 but you are a chosen generation a royal priesthood and holy nation a peculiar people that you should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light while the people that may surround us may live in darkness in fear we need to be people who look strange compared to those type of people God wants us to be children of the light God's plan is for us to be a chosen generation so the reason we don't live in fear because that's not God's plan for you number three fear has torment so we read that term in verse 18 so does God want us to live in torment you know many times we live in America and many times people say Christianity should be easy I'm not saying it should be easy we may go through hardship we may go through extreme circumstances but God wants you to know that he's right beside you fear has torment and in New Testament I looked it up this morning it's seven times it talks about going to a place where there's weeping and gnashing of teeth that is a place of torment God does not want you to live this life on this earth in that type of way God doesn't want us to live in fear because fear has torment and number four live a life free of fear when God created life when he blew his spirit into Adam he did not create man so that he would live in fear and Adam and Eve didn't have fear until they sinned and they sinned and hid from God when he came to visit them and when they sinned they hid from and they hid but but God wants us to live a life free of fear the Bible does teach us that we have to have reverence for God but we need to live in a free and a confident way before the Lord so how do we live a life that's free of fear God knows every fiber of our being he knows every moment of our life he knows all that and he loved you from the beginning how can we live a life free of fear let's turn to the scriptures briefly Jeremiah 1 verses 4 and 5 then the word of the Lord came unto me saying before I formed thee in the belly I knew thee and before thou camest forth out of the womb I sanctified thee and ordained thee a prophet unto the nations let's go ahead and read Romans 8 37 to 39 Romans 8 37 Nay in all these things we are more than conquerors through him that loved us for I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come nor height nor depth nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord we need to live a life free of fear the way we can do that we need to understand that nothing can separate us from God's love nothing besides sin can separate us from God's presence he is with you right now and he is like he was to Jeremiah he was there with you before he even created the world if you think your life you need to live a life that's fearful that is not God's will you need to feel his presence you need to feel his presence you know when I think of Daniel and when there was a new executive order when they said that you could only pray to the king if he would have lived in fear he would have either stopped praying altogether or he would have prayed when nobody can see him maybe in the night time or in the darkness Daniel did not change a thing he was free of fear how can we live a life a similar life free of fear continue living by the inspired word of God like Daniel do not compromise and God is able to save you from whatever danger live a life free of fear and the last point is fill every moment with love fill every moment with love let's go ahead and read the last three verses of 1st John chapter 4 verse 19 20 and 21 we love him because he first loved us if a man say I love God and hateth his brother he is a liar for he loveth not his brother whom he has seen how can he love God whom he has not seen and this commandment have we from him that he who loveth God love his brother also fill every moment with love we know the greatest commandment is love the Lord with all your heart soul mind and strength we know that right beside it is the second commandment of love the neighbor as yourself so we need to live that life of love and that's how we can be free of fear again many people that surround us are living in fear and the only way that we can reach them is through our actions we need to shine the love of Christ or reflect the love of Christ and that's the only way that we will be able to make any progress let's read John chapter 13 verses 34 through 35 it says a new commandment I give unto you that you love one another as I have loved you that you also love one another by this shall all men know that you are my disciples if you have love one to another so that's the test for us do we love one another when your neighbor sees you does he see you loving your wife when we do stuff as a church do the people around see that we love each other fill every moment with love let's read one more scripture Romans 5 verses 5 through 6 and hope make it not ashamed because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us for when we were yet without strength in due time Christ died for the ungodly we're talking about filling every moment with love today is missionary Sunday and like we said already a few times the people that surround us are probably living in fear and like we read in verse 6 they have no strength maybe just like we just a couple years ago did not have any strength so we just need to become willing vessels remember the source of our love he promises that in the word of God that he will give us an abundance that means more than we need that means more than you need there's enough for your children there's enough to bless your children and there's enough love from God also to share with your neighbor so fill every moment with love share God's love again a reminder it's God's love with your neighbor praise God brothers and sisters praise be to our Lord as we have heard and we know that today is our missionary service our pastor brother Michael is visiting Buffalo may the Lord bless him there and I know he'll be sharing a word there and be a blessing there there at that service today when we came to the nine o'clock morning prayer brother Alex shared a couple words that touched my heart he said that maybe the Roman Pope that would like to maybe change something in the word of God that today is such a time like this that the youth that two thousand years have gone by and that they might want something new and I would like to read Revelations the last chapter verse 13 to me and to those that are listening of those that take the scriptures in their hands and don't have the fear of God and desire to change something and if any man shall take away from the words of this book of this prophecy God shall take away his part in the book of life the word of God does not grow old let many years go by as it desires and as the word does not come back void and today it is a living and alive and nothing new is needed but we need to just return to the word of God that has the power and what the youth desires and seeks for after something new the word of God says we don't need anything new but we need to live on what is written and what has been spoken of the Lord does not change and he is also powerful and at this time many people say why isn't God moving maybe he has changed let it be known to you that God has not changed his hand has not stopped saving or healing we have changed our first has changed our desires have changed our ambitions have changed we have changed we are not becoming like the scriptures desire us for us to be and when we desire to be like the apostolic church and to search the scripture and it has the power and it has why did God move so powerful in the past because people were being just ambitious for Christ and to them it was to die as Christ in the game because I'm going to hold on to his name because tomorrow might be dead how do we tremble before the word of God where is that fire and where is that thirst when they speak about the wonders of his why isn't this fire rekindled and why isn't it in our lives why don't we have this faith to run to prayer services on Fridays and pray with the elderly where the power of God will be filling and filling you the second thought that I always hear and it cuts my soul that you cannot pour new wine into old wine skins and they take this word out of context and they say the elder generation with the young generation that there was something old and that we are something new but I want to question you tonight and when I was learning from whom did I learn and from whom did they learn when they come up forward to preach of those elders that taught us and our fathers and we receive that teaching that they have taught us and of what kind of old wine skins are you even talking about are we just making something up and we drank from them same vessels that they drank from it has given us power and the desire to serve our Lord therefore let us not take that out of context and use this as a not in unification but let us seek the Lord and come on services on Friday and on prayer services and the power will come over them and on you and praise be to our Lord and I loved when we were young we would be gathering with elders and just pray for hours it gave us the power to move forward and therefore without them it is impossible they pray for us and do not allow the evil one to get in the way to separate us from that and we will look into the word of God and to me Lord gave me strength to be faithful to the end to teach and to go forward is so that we would go after him but today after my sermon I want you to remember one thing that God does not change he has the gifts of the Holy Spirit to those that are thirsty the question is that you need to ask yourself what is my situation who has separated me from my living God why do I hear that of the wonders of God why am I drawn to other things and therefore when people are gathering that are desiring the Lord those that are seeking after him that where are your works we want to see them in our lives that this is pleasing to the Lord it is aroma to him that when the people that when the youth start seeking after him therefore may the Lord bless us therefore that which is already is bestowed upon us the elderly generation will be praying and uplifting us and if your hands will be just lowered to the side and we will be looking to the left and to the right at this world and be desiring the things of this world then we cannot lie that the Lord has changed and that he does not want to move because God desires to move in his congregations and may the Lord help us with this I would like to say one more thought brother Alex shared a very important message that when we speak of forgiveness that I have a friend that he passed away on his 40th birthday he was a very good example brother and he shared something that was very important in his life and he said these things or in a sense he kind of gossiped or said it to this brother and he was very very offended and I could not forgive and at that moment and at that moment he had this thought you know he said so much could you have not forgiven it is not our responsibility to decipher whether it is difficult or easy but we need to guard our hearts and if in our hearts we have our own victory that we think that we do not offend anybody but we need to find a way out how do we find this forgiveness and what do we need to and one thing that helped me from my side is that I did everything that I could to have forgiveness and I realized that this was enough that I had tried everything that I can to receive this brother's forgiveness and the Lord helped him the Holy Spirit gave him the ability to forgive this friend 100% in my life there is not a single person here who has not been offended that they will come and they will come again they will be like these arrows flying into everyone's heart and the first thing that we need to do is not this venomous or this poisonous arrow to penetrate our heart if possible and the scripture shares us two things that help us with this forgiveness and may the Lord help every single one of us in this the first thing is that when you don't forgive God will not forgive you that this should shake you even if you think you are correct this is not the point that if I and my sins cannot forgive somebody and God knows how much effort you put into them if this does not give you enough strength to forgive I don't know what else will give you this ability and the second thing in my life I don't want to forgive others so that the Lord will forgive in that same manner I might forgive him but I go around him and I don't want anything to do with him I don't want the Lord to forgive me in such a way and to go around me with his blessings his grace and his power may the Lord give us the strength today's missionary service I would desire for there to be missionaries within us from our church of the ones that we pray for and I many times remember those and the missions that I was with I try to lift them up and encourage them in prayers and in their needs there in that children's home you can read in English pray ye therefore the then he said unto his disciples the harvest truly is plenteous but the laborers are few pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth the laborers into his harvest today I want to speak and remind us of that the price that we need to pay as we follow after our Lord Jesus Christ especially when we speak about the ministry or the missions that when we speak of missionaries that I hold on to the fact that when a family or if they have children or not that when they move to a certain country and they start to live there they are like true missionaries then they come home and also in our time frame there's people that go for a week or two or even a month and this is also good we're not going to stumble on the fact of what a missionary is or not a brother some time ago has called me who's an electrician I don't know if he had his own business or not but he had a desire to go to Africa on a mission should I go or should I not go and I asked him and I said are you going for two weeks to those people that usually have two weeks off to Africa they don't really want to go there to go buy a ticket and to go help the poor people usually like to go on vacation with their family and I told him that this is a desire from the Lord for you to go there that your flesh just for interest would not spend that money to go visit Africa the different question would be if you wanted to sell everything and go and be a minister there he of course went there he was very much a blessing and then several times and the Lord blessed him and he was married and he helps in the ministry there as much as possible when Jesus selected his disciples the scripture says that he chose those that he desired those that he desired to follow after not everyone or whoever wanted he called those that he wanted and he gave them a mission he called them they walked with him they left everything they had their own boats some maybe had their own clinics some of these tax collectors had everything and they left all they had was it easy for them to do this is the question I don't think it was very easy for them and for us it's very difficult I'm pretty sure they had their own possessions and they were thinking what they should do and they maybe come home you left everything you had a job and all of a sudden you have nothing what are we going to eat of who are you those are the questions they had Luke chapter 9 10 12 16 16 17 17 20 21 22 22 23 23 23 23 24 23 25 25 26 26 26 28 29 30 31 31 32 33 33 33 33 38 34 36 37 37 38 39 39 39 39 40 and we all who are here are hearing the word of God and we are speaking of the mission or maybe of some other calling and here the Lord is giving this calling to everyone if anyone wants to follow after me that you need to pay this price that you need to deny yourself you need to pick up your cross and follow after me in order to go on a mission and maybe especially when it's for a year that you need to pay a price maybe someone is wealthy and can leave to missions for a whole year and here you need to pay for Bill and the house and everything else and it's not a problem and in my life I cannot do this and when I was praying I said Lord what do you desire for me and I had a job that I worked at for seven years that I'm going to go and learn and I sold my car and I bought a cheap one I moved with my sisters and I lived pretty much in suitcases I didn't know what the Lord was doing that but when someone would ask me if I wanted to go to Africa that I had to in three days give a decision and in a month go out therefore the Lord is speaking to every single one of us here hearing these words if you want to come follow me it is going to make you'll call and if you are striving to fulfill the will of God and you don't know where to find yourself in the calling start praying I know that the ministry of missionaries is not for everyone this is also true 57th verse of chapter 9 and we're reading in scriptures as Jesus walked somebody comes up to him and says I will do anything to follow you many times we say the same and we say I will go wherever you call me and Jesus answers them here there's a question that's asked here comes a man to Jesus at that time and Jesus says follow me and he answers this to Jesus and he says let me go first bury my father and Jesus says let the dead bury the dead the question remains is it not right for me to go bury my father I believe and I say we need to what does it mean that the dead bury the dead it's common sense that the dead cannot bury the dead I believe that he was speaking about the unbelievers who are spiritually dead let them bury him the second question is can I not go bury my father and I was starting to think about it and I was saying why was this question given then and I started thinking to myself maybe he personally that he would go to bury his father maybe he was the firstborn he would say son you have inherited great wealth and look what you have look at all the oxen you have maybe there's property that you will inherit now you have to work now you have to work hard and then he says I wanted to follow Christ I buried my father and here I am and here's a battle and here's a battle what should I do should I leave what the Lord desires for me to follow after him and to leave such great wealth behind and what does this tell us this tells me that if the Lord is calling you into mission do not leave it to the side Lord let me have two more years so I can finish my schooling and then they will give you such a career that your head will be spinning 300,000 a year or such a great student that's such a great invention and then what else can happen therefore if the Lord is calling you do not lay it aside for tomorrow I'm foreschooling I hope you understand what I'm speaking of there's something that the surgeon might be saying and I haven't been agreeing with you this happens with everyone I'm going forward and then he said let me go home and say farewell no man having put his hand on the plows looking back is fit for the kingdom of God this does not say that when the Lord has called you that you don't have the ability to go ask for a farewell but in this one people ask that when I'm living with my parents that I finished missionary school that I came home and my parents don't desire for me to leave what should I do should I listen to them or should I not I say listen to your parents that if they don't allow you that seek their blessing and if you think the Lord is calling you and I need to go that there is a difference who is married and has a choice that parents and elders can give you wisdom and then you can or and if you live in parents home and therefore pray and if the Lord desires you for me on this mission can he not change the thoughts of your parents because many some might not even need to go therefore you need wisdom and the Lord if the Lord desires for me on this mission he will bless the opportunity and this was with me when I had to leave my brother would say why would you have to leave you have to get married to learn to have a job why do you need to spend all this money on the planes and everything I don't condemn him but he was speaking carnaly just from the flesh but within I knew I had to leave and if I would have never left to Africa to share the word of God I would have never known where Syracuse is on the map I'd never knew where Syracuse was my life would have been completely different therefore praise be to our Lord that now we are going into prayer Ezekiel 22-30 Ezekiel Lord that there are thousands and millions of people is there not a person we are here gathered here is there not enough people is there not enough people where is our desire where is our you know ambition Isaiah I thank our Lord and I want to remind every single one of us the Lord sees every single one of our hearts that we will one day stand before him and if we are reverent and thirsty and hungry for the Lord the Lord will give more and abundant than we even imagine he has not changed we only changed our desires our ambitions are towards others therefore may the Lord help us in that and we can't blame the other generation but when we are pressured what will we do therefore may the Lord help us they have went through theirs and they will bless us but the point is laying on us and you don't get mad when I get strict and rough with you that I love you and that I myself and you but we cannot play around with the Lord that this is not just a religion that we come before God God is real and if you need to answer our words that if you want to follow after him that remember that this is a narrow path and that this is a calling for us that we need to examine our hearts in our generation and we will be answering how we sought the Lord and if we were just chilling and going in our lives and Lord just do something with us change us we want to know you that we want to fulfill your will that we also want to share to our children and our sons and daughters that we saw the power of God therefore may the Lord bless and may the Lord bless every single missionary and to those that go for a week or two that this is also a blessing and to those that leave for a long period of time let us go into prayer let us pray for us that we are together with one another that the Lord has not changed and say Lord here we are here's my heart and here's my desire maybe something I wanted something great or I wanted something awful but I once realized that I cannot ask or take what the Lord has bestowed upon us he knows how much you can handle he knows what ministry to put you in and therefore we all work together like a body and he knows how to appoint every single person and we need to encourage and lift up one another and our main mission is to say Lord we desire to serve and fulfill every desire in my life much is given and much will be asked therefore the Lord knows what ministry you need to stand in let us raise to praise for Lord may your name be glorified for thank you Jesus hallelujah Редактор субтитров А.Семкин